Всем привет! Я Юлия Роджерс и в этом своем уроке я расскажу вам о применении видео спецэффекта под названием Хромакей. Или иными словами, я покажу вам, как заменить фон вашим видео. Итак, начнем. Для начала заходим в нашу программу Sony Vegas. Как вы видите, я уже подготовила два видеофайла, с которыми мы сегодня будем работать. Я уже настроила в них нужную мне скорость, обрезала, где это было нужно, и настроила соотношение сторон. Как все это сделать, вы можете посмотреть в моих предыдущих уроках. Итак, для того, чтобы мы могли заменить фон в нашем видео, он у нас должен быть однотонным. В данном случае это голубой. Хотя обычно для применения этого эффекта используют зеленый фон, зеленую специальную ткань для Хромакея. Но я в Sims использую голубой, потому что там как раз именно голубое небо. Хотя иногда я применяю и зеленый, где это необходимо. Но в данном случае мы видим, что у Лины зеленое платье, и если бы фон был тоже зеленый, то у нас бы заменялся не только фон, но и платье. Поэтому в данном случае голубой это именно удачный цвет для применения этого эффекта. Но в дальнейшем помните о том, что если вы заменяете фон на своем видео, то есть когда вы снимаете именно себя, а не в игре, как это делаю я, лучше использовать именно зеленую ткань для замены фона. Ну что ж, когда видео у нас полностью готово, у нас есть однотонный фон, мы можем переходить к замене нашего заднего вида. Как это сделать? Для начала необходимо создать вторую видеодорожку, перенести наши видеофайлы на дорожку выше, а на нижнюю мы наложим именно ту картинку или видео, где мы с вами хотим оказаться. В данном случае я наложу картинку неба с облаками, чтобы видео смотрелось более интереснее, эффектнее и реалистичнее, чтобы небо было не просто вот таким вот голубым, неинтересным и скучным, а оно было с облачками. Растягиваем нашу фотографию по продолжительности видеоролика, настраиваем соотношение сторон, точно такое же, как у нас на видео выше. Потому что, когда мы будем применять эффект хромакея, у нас получится, что у фона тогда будут черные полосы, если он будет не в том же соотношении сторон, что и верхнее видео. Главное помните, что наш фон, то фото или видео, на котором мы с вами в конечном итоге окажемся, который будет нашим задним фоном, обязательно должен находиться на видеодорожке ниже, чем сам наш видеоролик. Итак, теперь заходим во вкладку видео спецэффекты и ищем эффект разделения по цветовому тону. В английской версии Sony Vegas этот эффект называется хромакей. Выбираем его и здесь у нас открываются предустановки, то есть те функции, которые нам доступны в данном эффекте. У нас есть синий экран, когда мы хотим заменить фон на видео с синим экраном, зеленый, чисто красный, с красным экраном, чисто зеленый, чисто синий. Дальше у меня идут мои предустановки, которые я устанавливала для своего сериала, то есть уже отрегулированные, чтобы не мучиться по 100 раз применять этот эффект, регулировать его. Ну, в данном случае мы применяем синий экран, перетаскиваем, просто зажимаем его левой кнопкой мыши и перетаскиваем на наше видео. Нам сразу же открывается окошко редактирования этого эффекта. Как мы видим, у нас уже на видео немножко видно наш задний фон, но не очень хорошо. Для этого нам нужно поработать с настройками данного эффекта. Здесь мы можем выбрать тот цвет, который мы хотим заменить. Для этого мы снимаем галочку этого эффекта, то есть отключаем его, выбираем функцию цвет, нажимаем на пипетку и щелкаем по тому месту, где у нас тот цвет, который мы хотим заменить в данном видео. Вот, он у нас сразу же появился. Возвращаем наш эффект, ставим на нем галочку. Как видите, видно уже гораздо лучше наш задний фон, но симы у нас немного прозрачные становятся. Для этого теперь мы работаем с остальными настройками данного эффекта. С помощью вот этих вот ползунков мы можем немного отрегулировать настройки этого эффекта, чтобы добиться нужного нам результата. То есть, чтобы фон был видно четко и хорошо, чтобы он был яркий. А симы при этом оставались непрозрачными, нормальными, такими, какие они у нас есть на начальном видеоотрывке. Итак, вот что у меня получилось. Как вы видите, наши объекты на видео непрозрачные, они четкие, хорошо видно. И также хорошо видно наш задний фон. Видео стало ярче, интересней и реалистичней. Нижний ползунок у нас означает степень размытия нашего заднего фона. Им лучше особо не увлекаться, потому что, вы видите, размываются края нашего видео, и это совсем никуда не годится. Поэтому, если мне уж совсем необходимо убрать вот эти вот такие грубые четкие границы у нашего видео, которые не очень хорошо смотрятся, я обычно ставлю где-то вот так. 0,003 доли степени размытия. Ну, или максимум 5, не больше, потому что потом это будет смотреться ужасно. Ну, вот вы видели. Также здесь существует функция показать только маску, которая необходима для того, чтобы нам было удобнее настраивать нашу замену фона. То есть мы видим наш фон, и только маску вот белым выделено то, что у нас остается на нашем видео, и мы можем настраивать это, то есть, вот, таким вот образом удобнее смотреть, что у нас заменилось, что видно будет на картинке, а что нет. Потом мы снимаем галочку, и у нас хорошее видео с замененным фоном. Смотрим, что же у нас получилось. Как вы видите, наш персонаж говорит, фон сзади у нас заменен, видео смотрится замечательно, именно то, чего мы и хотели добиться. Итак, тот же самый эффект мы можем применить и ко второму видеоотрывку, но чтобы по новой не настраивать этот эффект, по новой не дергать вот эти вот настройки, мы просто можем их копировать на этот видеоотрывок. Как это сделать? Возвращаемся обратно в спецэффекты события нашего предыдущего отрывка, и здесь мы видим раздел пресет. Просто даем название нашим настройкам этого эффекта, ну, я назову, например, синий экран урок, и нажимаю save preset, то есть сохранить данные настройки. Закрываем это окошко и ищем, теперь в этом вот разделе разделить по цветовому фону, в разделах предустановка мы ищем именно тот эффект, который мы только что назвали. Вот, синий экран урок, перетаскиваем его на наше второе видео. Как видим, эффект применился. Теперь мы копируем наш задний фон, просто выбираем его, нажимаем правой кнопкой мыши, копировать, вставить, регулируем по продолжительности это фото с нашим видео. Но здесь необходимо немножко изменить позицию нашего неба, потому что оно не может в двух отрывках находиться в одном и том же месте, немного странно будет смотреться. Поэтому просто уменьшаем размер нашего фото и перетаскиваем на какое-нибудь другое место. Вот сюда, например. И смотрим, что у нас получилось. Отлично, получилось все именно так, как и было задумано. Таким образом, вы можете применять эффект хромакея для создания более интересных и реалистичных видео. Вы можете оказаться в любом уголке света, на любом видео, с помощью применения именно этого эффекта. Главное, чтобы у вас просто в изначальном вашем видео был однотонный фон и хорошее освещение. Тогда применение этого эффекта не составит для вас никакого труда и ваше видео получится достаточно эффектным. Сейчас я покажу вам пару фотографий из моего сериала. Те моменты, где я пользовалась применением эффекта замены фона. Я пользуюсь этим эффектом на протяжении практически всего сериала. Как вы видите, здесь я заменяла небо. Но, если вы думаете, что эта сцена снята ночью, я заменяла ночное небо в игре, то это не так. Я пробовала, я переснимала эту сцену дважды, потому что первый раз я действительно снимала ночью, и фон был там темно-синий. Но так как это ночь, то там было темным-синим почти все на видео, и фон заменить хорошо не удалось. Поэтому я эту сцену снимала днем, еще раз переснимала всю сцену днем, и заменяла тот вот голубой фон, который мы с вами сегодня заменяли. Он очень хорошо заменяется, никаких проблем не составляет заменить его. И потом я просто применяла эффекты цветокоррекции, чтобы получилось, как будто эта сцена снята ночью. Смотрим следующую картинку. Вот тот же самый фон. Также сцена на пляже. Мы видим фон неба. Не очень удачно здесь заменилось, потому что мы видим остатки того голубого фона, который был изначально на видео. Вот другая сцена, тоже замена неба. Здесь. Здесь. То есть я пользуюсь применением данного эффекта очень часто, чтобы мой сериал смотрелся более реалистичнее. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, мой урок вам понравился и был для вас полезен. Не забываем подписываться на наш канал на YouTube и вступать в нашу группу ВКонтакте. Всем удачи! Всем пока!